Дождь пошел. Как красиво. Я помню, такой дождь. Вот как слушают дождь, мне сразу как в селе он у нас шел. Бежишь, а я тогда на поле была, когда небо затянулось тучами, сидела я там далеко-далеко в поле у дубовой рощи и с собой взяла цветные карандаши и тетрадь. И вот сидела там где-то вдали на поле, а поле, там на поле была пшеница, ее скосили, убрали. Я сижу цветы рисую и разукрашиваю. И краем глаза наблюдаю, что небо тучами затянулось. Ну что делать? Думаю, все, хватит рисовать. Собрала карандаши, собрала все и побежала. Представляете, далеко, дорога далеко, а я бегу и уже дождь начался. Прибежала домой, вся такая мокрая, конечно менял попала под дождь, под ливень, ливень там такой был. И вот и все время, сколько у меня такие происшествия, я попадала в детстве под дождь. В детстве тоже попала под дождь с бабушкой. Ну, было приятно, конечно, воспоминания, ничего плохого такого не скажу. Еще под дождем, когда была, когда в колледже училась, ходила в Гагаринский парк специально после уроков. Пойду, возьму зонтик, иду по лужам шагаю, потом сяду куда-нибудь в безлюдное место, открою книжку и сижу под зонтиком, каком-нибудь там роман читаю или классику. Ой, и все, вот так вот, как дождь, так я начинаю вслушиваться, где я была, когда шел дождь. И так закрою глаза, и меня это так вот все переносит в то время к себе на родину. И так приятно мне становится. Только единственное горькое воспоминание, когда я открываю глаза, и опять я оказываюсь в реальности. В 21 веке, 2020 год, и я не дома. Очень жалко. Один дождик вот мне напоминает, как мне дома было хорошо.